Итак, мы переходим к четвертому клиническому случаю базовому для нас. Это лечение множественных рецессий с использованием твердой мозговой оболочки 2-го и 3-го класса по Миллеру. Ну, возвращаясь к твердой мозговой оболочке, данные работы ведутся достаточно давно. Можно найти диссертации Омского университета. Не помню сейчас фамилию, но, наверное, не последняя наша встреча. Я еще раз подыщу материал на эту тему. В чем была суть фундаментального исследования? Ученый моделировал костные дефекты у кроликов. Фактически он просто создавал механические костные дефекты и использовал измельченную твердую мозговую оболочку для их закрытия. А вторая группа случаев клиника экспериментального исследования заключалась в том, что использовали твердую мозговую оболочку для замещения мягких тканей. Также частично удалялась мягкая ткань и использовалась твердая мозговая оболочка уже без измельчений. И оказалось, что измельченная твердая мозговая оболочка по всему объему замещается костной тканью. Объяснение для этого достаточно простое, что аллогенные материалы создают достаточно хорошее окружение, что достаточно важно для замещения и роста собственных сосудов и собственных к последующим клеток сцентльной ткани или образования комплекса целых тканей. Мы обратили свое внимание на данные работы и нам пришла в голову идея проверить лабораторным методом, что на сегодня и проверяется. Также на кроликах мы создаем рецессию десны механически, мы, так скажем, частично повреждаем ткани и затем их закрываем. Твердая мозговая оболочка перфорированная аллогенная, естественно, не человеческая, а кроликов или крыс, если на них проводится операция. И есть подозрение, ну это, скажем, такая гипотеза, что часть твердой мозговой оболочки, она замещается костной тканью. Этим и обусловлен достаточно хороший результат и поддержка мягкотканного комплекса, который затем формируется в области рецессии. Понятно, что ткани держатся за счет формирования круговой связки и, в принципе, в парадонтальной хирургии полгода, это уже отдаленный результат. Значит, я буду рассказывать по случаю клиническому. На нижней челюсти мы не обращаем внимания, мы смотрим на верхнюю. Это результат ортодонтического лечения, возникновения множественных рецессий, что бывает достаточно часто. Поэтому я считаю, что все-таки парадонтолог с ортодонтом должны работать в достаточно плотной связке, ну и вести пациента совместно. Значит, мы провели также измерение глубины рецессии, ширины, толщины кератинизированной десны. Как вы видите, есть область абразии, поверхности корня зуба. Был выбран дизайн разреза. Это также Джованни Зукелли методика. Тут, в общем, началось сверхъестественное. Это доктор, который оперировал операцию, проводил операцию. Это врач-парадонтолог Мария Александровна Носова. Она является нашим клиническим представителем и как раз ведет научную работу по использованию твердой мозговой оболочки для хирургического лечения и рецессии десны. В методике Джованни Зукелли мы деэпитализируем сосочки, формируем хирургические сосочки, а дизайн лоскута, он как раз ляжет потом в зону хирургических сосочков и сформирует анатомические сосочки или восстановит их. Мы их иссякаем ножницами. Вот у нас получается вот такое. Ну, мы смоделировали хирургические сосочки. Затем мы также покрываем это все гелем и ДТА для химического удаления меркоснового бесклеточного цемента и для, соответственно, антисептики. После гели ДТА удаляется, проводится скалинг и рутплейнинг. Вот твердая мозговая оболочка в таком виде поступает нам на стол. Мы ее перфорируем многократно. Я специально вытянул немножко фотографии, чтобы было видно, что она повсеместно, действительно, космополитно перфорирована. Есть протокол уже подробный, есть справка приоритетная. Вот мы ожидаем патент по данному методу использования ее. Дальше мы провели расщепление лоскута в пекальной части зуба. И зафиксировали твердую мозговую оболочку, резорбируемую швами, в области хирургических сосочков. Эта методика отработанная. Она подробно описана на сайте в том числе. Вот так выглядит фиксация швами. И исходная клиническая картина во втором сегменте. Тоже мы ее отсмотрим. Понятно, в общем, да? Здесь все аналогично. Мы отмоделировали здесь даже два кусочка. Материал был использован для закрытия пришеечных областей зубов. И все зафиксировано швами. Снятие швов происходит через 2-3 недели, но по усмотрению врача. И теперь мы посмотрим на что-то результат на верхней челюсти. У нас первое что? У нас удалось сформировать объем десны. И десна уже частично кератинизирована. И мы видим, что в области сосочков также произошло восстановление. Сейчас мы посмотрим через 12 месяцев. Вот так вот выглядит результат. Пациентка снова одела брекеты. Поскольку необходимо все-таки. Но оказалась коррекция дальнейшая. Вот такой вот интересный случай нам удалось зафиксировать. Мы видим, что десна кератинизирована. Все сосочки восстановились. Есть объем десны. И толщина, и ширина. Ее, ее. Продолжение следует...